Сезон для горожан в нынешнем году начался с завоевания трофея. Победителем розыгрыша Кубка Дагестана по футболу стал футбольный клуб Хасавюрт. Финальный матч турнира хасавюртовцы проводили против училища Олимпийского резерва по футболу города Каспийск. Решающая игра прошла 8 мая на стадионе Политех с Дюшор. Основное время матча не выявило победителя, команды не смогли забить гол борота друг друга. В итоге все решилось в серии пенальти, где хасавюртовцы преуспели 5-3. Мы участвовали в Кубке Дагестана и в начале, что нам повезло, попались такие легкие соперники. Мы этих соперников, можно сказать, без труда прошли. Дальше мы играли с командами, уже с каждым туром посложнее. В финале, конечно, противостояла команда, которая хорошо себя зарекомендовала в республике. Это команда ООО. С ними, конечно, было посложнее. Хотя по игре мы на протяжении двух таймов владели преимуществом и должны были забить гол в игре. К сожалению, этого не получилось. И в серии пенальти более удачливы оказались наши футболисты. И мы выиграли по пенальти 5-3 и стали обладателями Кубка Дагестана. Огромная благодарность футболистам нашего клуба, которые выполнили тренерскую установку на отлично. И провели себя именно в финале. Все организационные моменты с принятием команд, гостей и выездом клуба на гостевые матчи ложатся на плечи администратора команды, который отметил значительный вклад и поддержку в данном вопросе городской мэрии и нового президента клуба и федерации футбола города Хасавюрт. Закончился Кубок Дагестана. К счастью, выиграли мы в Кубке Дагестана. В финале одолели ООР. Очень хорошая, крепкая команда. В каждом турнире очень важную роль играют организационные моменты. С приемом команд, с выездом на места игр. И в этом нам очень помогла администрация города. Хотелось бы поблагодарить их за оказанную помощь. Ну, скажем так, второе дыхание команды открылось с приходом нового человека в команду, спонсора, президента команды Магомед Загиров Ильяс. Очень помогает команде. Также хотелось его отметить. То, что, собственно, приводит к хорошему результату, к стабильной игре. Сейчас клуб проходит тренировки три раза в неделю, несмотря на пост Рамадан, который соблюдают практически все футболисты клуба. Помимо Кубка, горожане оспаривают право на чемпионство также и в региональном чемпионате и любительской футбольной лиге чемпионата России третьего дивизиона, который, кстати, начали с победы 3-1 над ростовским клубом.